В музее-панораме «Бородинская битва» председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев представили книгу «Защищая Отечество». Она посвящена ратным подвигам Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого полков Российской императорской армии в ходе Отечественной войны 1812 года. Память об Отечественной войне 1812 года объединяет нас с братским белорусским народом. В России помнят, что территория современной Белоруссии, в те годы часть Российской империи, одной из первых подверглась оккупации со стороны французской армии. Белорусское крестьянство ответило на агрессию масштабным партизанским движениям. Огромный размах приобрело народно-освободительное движение в Минской, Витебской, Могилевской и других губерниях. Убежден, что этот качественный исторический труд найдет своих читателей в обеих частях союзного государства и в Белоруссии, и в России. Книга «Защищай Отечество» подготовлена по инициативе министров иностранных дел России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея. В презентации приняли участие представители МИДов двух стран, военные, курсанты, историки. Сегодня мы открываем новый проект Библиотека союзного государства. И совершенно естественно, что первая книга этой серии посвящена ратным подвигам. Мы видим, как сегодня жестко, беспардонно, нагло оказывается давление на Россию и Беларусь. Не только санкционное, давление идеологическое, можно было сказать, давление историческое. Нас пытаются заставить забыть героические страницы прошлого. Нас пытаются убедить в том, что у нас нет летописей мужественных и ярких событий. Это невозможно. Книга содержит архивные документы Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков, принимавших участие в войне 1812 года. Биографические материалы о генералах и офицерах, рапорты и донесения военачальников, указы императора Александра I. В эпоху 12-го года и белорусские губернии, входившие в состав России, это была наша общая родина, общая страна. Общие потери были в этой войне и общая победа. Собственно, на эту идею общности нашей истории, наших народов и нацелен весь этот проект в целом. Я считаю, что проект очень плодотворный. Полоцкий, Минский и Брестский пехотные полки принимали участие в генеральном сражении при селе Бородино, которое стало одним из самых кровопролитных в мировой истории. Мы с вами хорошо помним такие сильные художественные образы, запечатленные в поэме Михаила Лермонтова «Бородино». Они позволяют нам сквозь века ощутить мощный патриотический порыв, охвативший русскую армию перед Бородинским сражением, почувствовать тот непоколебимый, решительный настрой солдат, офицеров, сделать все, любой ценой остановить врага под Москвой, если нужно отдать свою жизнь за победу в Отечественной войне, отдать жизнь за Родину. Все пять полков впоследствии участвовали в заграничном походе русской армии и в 1814 году принимали участие во взятии Парижа. Как свидетельствовал один из участников похода Константин Батюшков, раненые русские солдаты поздравляли друг друга словами «Слава Богу, мы увидели Париж с шпагой в руках». Служба информации Фонда История Отечества.